Здравствуйте! С вами новости недели, в которых мы расскажем вам о важнейших событиях, произошедших за последние семь дней. Президент Даля Грибаускайте на этой неделе участвовала в 67-й сессии дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В этом году мировые лидеры дискутировали о том, как мирными средствами можно решить международные конфликты. Глава Литвы призвала мировое сообщество перестать использовать энергетику как инструмент экономического и политического шантажа, а также создать ясные общепринятые правила, которые обеспечили бы равные возможности получения энергии для всех стран и солидарность в энергетическом секторе. Каждый год нефтяные и газовые кризисы показывают, что конфликты на почве энергетических ресурсов дестабилизируют политическое и экономическое положение во всем мире. Для небольших стран, у которых нет собственных ресурсов, таких как Литва, энергетическая зависимость является серьезной угрозой для национальной безопасности и благополучия. Перейдем к другим новостям. В марте 2011 года началась перепись населения, в которой впервые в истории можно было участвовать электронным способом. Сегодня Департамент статистики предоставил обобщенные данные переписи. Сегодня Департамент статистики представляет окончательные данные переписи населения. На 1 марта 2011 года в Литве было зарегистрировано 3 миллиона 43 тысячи жителей. За последние 10 лет произошли следующие изменения. Уменьшилось количество жителей на 440 тысяч. Также жители Литвы состарились. Уменьшается количество детей, людей работоспособного возраста. Увеличивается число пенсионеров. Также растет число людей с высшим образованием. Все больше жители изучают иностранные языки. На прошлой неделе свои ожидания политическим партиям перед выборами в 7 представили члены Литовской конфедерации промышленников. На этой неделе то же самое сделали представители Литовской бизнес-конфедерации. Политические силы собираются принять во внимание предложения, которые охватывают актуальные для предпринимательства моменты. Среди них партнерство бизнеса и государства, финансовая стабильность, обоснованность налогообложения, а также повышение минимальной заработной платы. Большинство непопулярных решений или тех решений, которые не были реализованы, я имею в виду этим кабинетом министров, были связаны с недостаточным социальным диалогом и недооцениванием отношений с социальными партнерами. На самом деле мы думаем, что новое правительство должно шире вовлекать социальных партнеров в стратегию государства, подготовку программы действий и другие подобные вещи. Литовская бизнес-конфедерация однозначно высказывается за повышение минимальной заработной платы. И, по крайней мере, мое личное мнение, что если сегодня человеку не платят хотя бы тысячу литов, то это либо проблемный бизнес, либо что-то нехорошо с бизнес-этикой или с работодателем. В странах еврозоны все еще неспокойно, однако эксперты Банка СЭП не меняют прогнозов по поводу роста ВВП в этом и следующем году. В 2012 году рост экономики Литвы должен достичь 3,5%, а в 2013 и 2014 годах до 4%. Финансовый эксперт Банка Гитана Снауседа утверждает, что несмотря на то, что вторая волна кризиса еще не наступила, к ней надо готовиться и не ослаблять ремни. Думаю, что даже если сейчас нет основания говорить о второй волне кризиса, все же подготовиться к будущим вызовам необходимо, так как некоторые сомнения по поводу выхода Греции из еврозоны и рецессии в экономике как были, так и остаются, и даже по мнению некоторых усиливаются. Домашние хозяйства ведут себя достаточно рационально, что касается экономии. Они готовятся к худшему или тяжелому завтрашнему дню. Большинство предприятий в данный момент придерживаются политики ожидания и не хотят увеличивать мощности производства только потому, что не уверены, смогут ли потом реализовать всю свою продукцию, если все пойдет по плохому сценарию. Международные новости. 23 сентября в соседней Белоруссии состоялись парламентские выборы, а 22 сентября в Литве начались масштабные дни культуры Республики Беларусь, которые продлятся до 30 октября. В этом году, по словам организаторов, в мероприятии примут участие 670 артистов. Цикл мероприятий был открыт торжественным выступлением Белорусского государственного симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Анисимова, во время которого виртуозно были исполнены произведения Чайковского, Гершвина, Штрауса. А также на этой неделе в библиотеке имени Мицкевича была открыта выставка, посвященная творчеству и жизни поэта Янки Купалы. Ну это одна из самых масштабных в истории белорусской культуры акций за рубежом. Мы планируем, что в рамках Дней культуры Беларуси в Литве примут участие более 670 человек. Огромная культурная делегация Беларуси, но я думаю, это стоит того, чтобы проводить такие масштабные Дни культуры именно в Литве, потому что наши две страны связывают. Связывают очень много в истории, связывают в традициях, связывают и в культуре. И в целом, если мы рассматриваем, в Литву в этом году на Дни культуры приедет более 670 артистов, которые представят всю гамму нашего академического искусства, народного творчества. И это говорит о том, что наша культура сегодня востребована. Посол Республики Беларусь в Литве Дражин Владимир Нестерович любезно согласился ответить на вопросы журналиста Пиньки ТВ. Интервью посла смотрите в эфире нашего канала, а также на сайтах Пиньки ЛТ и Пиньки ТВ. Новости спорта. На этой неделе в центре внимания состоявшееся в Каунасе заседание Исполнительного комитета Литовской баскетбольной федерации, на котором было объявлено имя нового главного тренера мужской сборной Литвы. Им стал, как и ожидалось, оставивший клуб ЦСКА Йонас Козлаускас. Новый тренер назначен на срок в 4 года. Во Франции продолжается серия теннисных соревнований Open Orleans турнира Challenger Tour. В ней в парных соревнованиях 22-летний Ричард Эсбиранкес из Литвы и 24-летний Эрнест Гульбис из Латвии обыграли дуэт австралийца Рамиза Джунайда и представителя ЮАР Равена Клаассена со счетом 6-1, 3-6, 10-7. Литовские и латышские спортсмены обеспечили себе по 45 баллов в рейтинге ATP. В полуфинале они встретятся с чехом Лукашем Блуги и представителем Люксембурга Жилем Мюллером. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. В субботу будет облачно, местами кратковременные дожди. Ночью температура воздуха 6-9, днем 13-16 градусов тепла. Небольшой дождь пройдет и в воскресенье. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла. Это все новости к этому часу. Желаем вам хороших выходных и увидимся на следующей неделе.